МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уборочное все. В Климовичах прошли областные дожинки. Каждый старается показать то, что в них есть. Как отметили конец аграрного сезона. Активными темпами в Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Вера в свою страну, в своего президента. Где проходят пикеты? Лучше поздно, чем никогда. Привиться от гриппа еще можно во всех медучреждениях. Для вакцинации от гриппа можно обратиться в поликлинику. Кому в первую очередь показана вакцинация. А также плодотворные сотрудничества. И осыпаются алые клёны. На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Чего стоит опасаться? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Это и я, Юлия Евтушенко. Активное начало. Глава государства встретился с губернатором Смоленской области. Список ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Смоленской областью обширный. Поставки отечественной дорожно-коммунальной техники и продовольствия, станкостроения, сборочное производство Бобруйска-Громаш и мотовелозавода. Одно из самых нашумевших – создание сервисного центра МАЗ в российском регионе. Наше сотрудничество Беларуси с Россией теснее, чем бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочими не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза. Поэтому у нас здесь все определено, политики, дипломатики, экономика является базисом и фундаментом наших отношений. От нее никуда не деться. Это жизнь людей. Мы тоже это прекрасно понимаем. У нас товарооборот, я не знаю, если с другим регионом России в свое время был под 5 миллиардов долларов. Но это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную Россию. Ну и это нормально, мы с этим согласны. Также Александр Лукашенко ответил на критику тех, кто упрекает страну многовекторности. По словам президента, главный внешнеполитический посыл и устремление Беларуси – с соседями нужно жить в мире. В таком ключе страна выстраивает отношения и с Россией. Взаимоподдержка в трудные и сложные времена – главный ключ к успешному и доверительному сотрудничеству. До последнего зернышка. На минувших выходных в Климовичах прошел областной фестиваль ярмарка «Тружеников села» «Дожинки-2024». На праздники побывала наша съемочная группа. Могилевская область присоединилась к праздничному марафону «Дожинок». Районный центр Климовичи стал одной большой концертной площадкой, где развернулось чествование хлеборобов. Всех, кто работал на общий результат. В 2024 году вклад региона в общий каравай – свыше миллиона тонн зерна. Примите самое искреннее поздравление с нашим праздником. С наступающим праздником наших тружеников, тружеников села. Самых стойких, патриотичных, мудрых. Вот это все вы. Вы – оплот наш. Это вы не допустили уничтожения и развала нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых свершений. И в каждый дом, в каждую семью – любовь, взаимопонимание и достаток, который зависит только от нас. Кульминацией праздника становится чествование отличников аграрного сезона. Из рук главы государства и председателя Могилевского обл. исполкома, комбайнеры, агрономы, водители и другие ударники труда получают почетное подтверждение их работы. Среди всех и выходцы Приберезинского края – работники СПК «Гигант», УАО «Михалевская Нива», Невский Агро и Агрокомбинат «Бобруйский». Люди работают, стараются на полях, чтобы встретить гостей с хорошим результатом, с хорошим урожаем. И Дожинки, он объединяет людей, он дает возможность показать то, что есть в каждом регионе. Вы смотрите, сколько подворьевых. И каждый по-своему уникальный. Каждый старается показать то, что у них есть. Некую свою самобытность, свое отношение к труду, свою духовность. Вот, наверное, этим и прекрасен праздник Дожинки, который возродился благодаря нашему президенту. После торжественного мероприятия делегация почетных гостей знакомится с подворьями предприятий Могилевской области. Песни, танцы, юмористические сценки и интерактивы встречают зрителей от места к месту. Безусловно, у нас это одна из больших таких культур Дожинок, внутри Дожинок, скажем так, это подготовка наших подворьей. Каждый район, вот фактически заканчивается праздник, и они уже начинают готовиться к следующему году, чтобы показать именно какие-то свои изюминки районные. И, казалось бы, сложно уже к шестым Дожинкам чем-то удивить гостей праздника, но у них получается. Не остаются в стороне представители города на Березине. Бобруйское подворье по праву можно назвать одним из самых посещаемых. Мы сегодня привезли изделие слоёное, бобруйская потеха, которая вот буквально пару дней назад на республиканском смотре качества хлебоболочных и кондитерских изделий завоевала гран-при. Не только смотреть. Бобруйский мясокомбинат, завод растительных масел, комбинат хлебопродуктов, красный пищевик и филиал кондитерской фабрики «Домочай» предлагают продегустировать свои лучшие изделия. Вкусовой интерес гостей разыгрывается не на шутку. Впечатления просто прекрасные. Я очень поражена. Такая продукция, всё вкусное, интересное. Что очень нравится, что у нас в стране такое вообще производят. Мы попробовали мармелад. Он очень вкусный. Бобруйский, это вообще просто замечательный. Мармелад – всё самое вкусное. Проведение дожинок в Климовичах – финал областных фестивалей ярмарок в этом году. И хотя уборочная кампания позади, уже сегодня аграрии готовятся к следующему сезону. Василиса Караханова, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. На встречу главному политическому событию 2025-го. Белорусы активно включаются в избирательную кампанию. Уже вторую неделю в обручании оставляют подписи за потенциальных кандидатов на пост президента. Удобное расположение пикетов, оперативное заполнение подписных листов, прямая дорога к наплыву желающих. Чтобы оставить подписи, напомним, необходимо иметь при себе паспорт. Расписаться и поставить дату гражданин обязан своей рукой. Поставил подпись за «Просветающую Беларусь». Просветает пусть Беларусь всегда. И мирно живет. Вера в свою страну, своего президента. И вера вообще в большое будущее. Если будет у нас мирно, в нашей республике, то будет обязательно красивая и хорошая жизнь. Этот этап продлится по 6 декабря. Инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Достоверность проверят в комиссиях. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. А уже с 1 января стартует предвыборная агитация. Позаботиться о здоровье. В Бобруйске продолжается вакцинация. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Медики уверяют – лучшая профилактика – вакцинация. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и на платной основе – французской. Иммунитет от укола здоровья сохраняется в течение 12 месяцев и эффективен против конкретного штамма вируса гриппа. Преимущества вакцинации – это в первую очередь снижение риска заболевания. Вакцинация помогает предотвратить такие осложнения гриппа, как пневмония, бронхит, синусит. Показано всем и каждому. Но в первую очередь хочется выделить это детей, женщин беременных, люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Вакцинация против гриппа является простым, безопасным, доступным способом создания специфического иммунитета у человека. Используются вакцины Гриппол Плюс российского производства. Для вакцинации от гриппа можно обратиться в поликлинику. По месту жительства также прививочные бригады уезжают на предприятие. Чтобы не заболеть, необходимо придерживаться совета врачей, избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, соблюдать респираторный этикет и правила гигиены, вести здоровый образ жизни. Однако единственное верное решение – не позволить недугу проникнуть в организм – вакцинация. Умильная таинственная прелесть. Противоборство между осенью и зимой началась новая рабочая неделя. Будет довольно ветрено, сыро из-за осадков смешанной формы. Что по этому поводу говорят народные приметы и будет ли зима снежная, знает Виталий Гаврусев. От нулевой отметки до минусовых значений со смешанными осадками. Ночью и утром во вторник 19 ноября в стране ожидается гололедица. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности. В стране будет господствовать атлантический циклон. Влажность воздуха до 90%. Ветер хоть и будет дуть с юга запада, но из-за порывов не удастся избавиться от ощущения пронизывающего холода. 19 ноября Православная Церковь чтит память архиепископа Константинопольского Павла и преподобного Варлама Хутынского. По народным приметам в этот день можно узнать, будет ли зима снежная и ждать ли большого урожая в следующем году. Если на Павла Ледостава тихая безветренная погода, в скором времени ожидаются морозы. Также похолодания будут, если на небе много звезд. А если водоемы покроются в это время льдом, то они продлятся до марта. Индию вновь накрыл токсичный смог туманом. Окутаны даже самые высотные здания в Дели. А качество воздуха в столице достигло критического уровня. Власти закрыли вузы и школы, остановили строительство и запретили въезд в город грузовым автомобилям. Причины смертоносной дымки считают пожары. Фермеры сжигают остатки урожая в сельскохозяйственных районах страны. 19 ноября на большей части территории страны будет преобладать облачная погода. Ветер юго-западный. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночи от минус двух до плюс трех. Максимальная днем 1-6 мороза. Собираясь утром на работу, не забудьте подобрать в вашем гардеробе вещи, которые помогут вам оставаться в комфорте. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!